Парит из трубы? Хорошо. Значит, заводская водогрейная котельная работает. Круглосуточно, бесперебойно подавая в северную часть города тепло. Объект особо охраняемый, просто так внутрь не зайти. Экскурсию для нас сегодня проводит начальник этого участка Виктор Тюшников. Интересно же, где в Полевском теплое местечко? В котельной сейчас из четырех работает три котла. Один находится в резерве. В зависимости от температуры наружного воздуха мы выдаем необходимую температуру в тепловую сеть. То есть греем в соответствии с температурным графиком. А дальше уже тепло распределяет управляющая компания в городе. Когда идет понижение температуры, мы добавляем мощность на котлах, включаем необходимое количество горелок. Температура на выходе у нас была 95 градусов теплосеть. А когда она идет по сетям, она охлаждается? Ну, конечно, в какой-то мере охлаждается, потому что тепловые сети имеют потери. Но для этого существует тепловая изоляция, которую надо содержать в нормальном состоянии. А это уже сердце котельной – диспетчерская. Здесь круглосуточно наблюдает за процессом оператор. Один котел обслуживается автоматически. С ним попроще обращаться. Остальные регулируются вручную. Сейчас машинист котлов Ольга Бек выключает горелки. На улице потеплело. Когда было холодно, вот в эти дни, сколько горелок работало, чтобы поддерживать операцию? В общей сложности на трех котлах работало 26 горелок. Сейчас достаточно, так, 18 горелок. Сейчас пока 20, вот я сейчас выключу. Возможно, я еще буду снижать, либо отключать, либо снижать нагрузкой. Благодаря ежегодным ремонтным работам, которые проводятся в летний период на данном участке, котлы сегодня находятся в рабочем состоянии. В энергоцехе готовится к модернизации. Уже есть проектно-следовая документация на установку трех новых котлов, которые будут полностью автоматизированы. Ольга Демьяницкая, Константин Миронов, Новости Азинского канала.